всем привет вы на канале свинки шоу с вами янина а также мои морские свинки толик валик и кузенька и сегодня я отправилась в зоомагазин искать своего нового питомца это волшебная история в прошлом видео рассказала как волшебно и мистически ушел от нас арни и забегая наперед расскажу вам что новый зверек появился в моей жизни тоже очень волшебно и очень необычным образом вы видите сейчас дом арнольда это магазин в котором я 6 лет назад покупала арнольда и исторически судьба меня снова привела сюда я после ухода арнольда хотела приобрести беспородную свинку такую как был арни у меня тянулась к этому душа и как-то я считаю что в данном случае это правильное решение хотя я очень ценю уважаю поддерживают труд заводчиков которые работают над качеством породы поддерживают породы это безусловно все очень важно но арнольд был моей первой морской свинкой у меня особая ностальгия по вот такой вот свинке которая не имеет породы но тоже заслуживают на любящую семью и хорошую жизнь получилось как в чем собственно волшебство я совсем забыла о том месте где покупала арнольда но все решил случай моя мама решила обзвонить зоомагазин и нигде не было морских свинок сейчас и именно в зоомагазине где я покупала арни 6 лет назад сказали что вот 20 августа завезут поросят и можно будет приехать на них посмотреть в этот же день случился созвон и говорят вы знаете привезли но одного и пол как бы не уточнили а нам же обязательно нужен был мальчик вы же понимаете и в итоге мы потом перезвонили нам говорят вы знаете это единственная свинка это мальчик и мы не видя не фото не видео помчались в магазин смотреть и вот он мы когда увидели вот эту морду в руки мне его не дали так как мы с улицы он только приехал в зоомагазин он должен был там какое-то время провести то есть в этот день я не могла его купить но когда его увидела я поняла что это действительно он вот одна свинка которую привезли в этот день которая оказалась мальчиком она просто создана для наших условий мне ее не отдали сразу магазин свои правила имеет и свинка должна была немножко побыть в магазине но я полным ходом готовилась к появлению нового питомца дома карантин у новой свинки будет карантин нужен для того чтобы животное привыкло к новому дому если есть какие-то вопросы по здоровью они могут проявиться в этот карантин и я всегда акцентирую ваше внимание что нужно выдерживать карантин сейчас в случае с новым питомцем я придумала что карантин будет проводиться прямо в нашем стеллаже на верхней полке так как у меня стесняют условия жилищные этот процесс по-хорошему свинка должна быть в отдельном помещении да но я честно вам показываю все как есть отталкиваясь от того что имеем сегодня идеальным вариантом в данном случае будет провести карантин на верхнем этаже стеллажа толик и кузя в принципе не будут знакомиться с новым нашим питомцем потому что они прекрасно живут вдвоем свинки взрослые уже у них устоявшаяся дружба но новый сосед он должен будет познакомиться с валиком на нейтральной территории и будет жить собственно с валиком через пару дней я вернулась в зоомагазин я не выдержала мне на самом деле сказали приехать дней через пять я приехала через две ночи потому что ночами не могла спать не могла понять как же там мой маленький без меня поэтому новый питомец появился в моих руках чуть-чуть раньше заявленного срока как он хороший он подрос за пару дней яшенька он похожа смотри спокойно сидеть сейчас поедем домой там ногтики все посмотри и мы сразу нашли с ним общий язык прекрасный малыш у меня есть уже вариант имени напишите в комментариях как бы вы назвали малыша и мы отправились домой уже в подготовленный вымытый стеллаж где малыша ожидают укрытия как в которых он может прятаться сено корм с водой вышла заминка я не знаю как повесить поилочку в стеллаж мы решим этот вопрос ближайшее время пока у него там водичка есть в мисочке мне было интересно взвесить малыша и опытным путем я выяснила что он весит барабанная дробь весит в свои практически три месяца 314 грамм возраст я узнала потому что я попросила документы на этого порося несмотря на то что это зоомагазин и происхождение данного зверя не совсем известно мне дали документ где написано что день рождения маленького 3 числа 3 06 то есть он родился 3 июня 2021 года соответственно сейчас конец августа можете посчитать его возраст но он на самом деле выглядит крохотным маленьким и мне кстати в магазине сказали что у него будет длинная шерсть но я уже вижу что вряд ли будет прям длинная наверно будет примерно такой как арнион но немножко может шерсть где-то там сзади будет длиннее но в целом это не длинношерстная свинка по моему мнению вы пишите как как вам выглядит малыш какое имя ему дать фух я такая взволнованная я вижу что ведет он себя очень хорошо и расслаблено в новом доме пару дней я ему дам на адаптацию не буду его сильно дергать я его поселила наверх показала ему где находится мешочек он довольно таки расслаблено лег отдыхать в этом мешочке и я буду надеяться что малыш быстро обживется из таких наблюдений личных и ощущений моих у меня складывается чувство такое что он какой-то слишком родной будто вот он у нас и жил всегда я не знаю почему так но я спросила у своих родных мне тоже сказали они что у них такое же чувство наверное вот встретились в свое встретили своего малыша вот документ который нам дали в зоомагазине сегодня вечером я хочу дать маленькому один овощ это будет морковка сочный корм даем малышу постепенно вводя очень медленно новые продукты в целом надо посмотреть как он будет ходить в туалет морская свинка в зоомагазине на сегодняшний день стоит 450 гривен по крайней мере мой вот столько стоил и надеюсь все будет хорошо пишите в комментариях как вам малыш как ваши впечатления складывается ли у вас ощущение того что он всегда был с нами всегда был на нашем канале и я буду держать вас в курсе адаптации и дальнейших действий вот этого довольно таки непугливого мальчика вот красивый замечательный малыш я очень довольна я надеюсь ему понравится у нас и у меня большая надежда на то что он подружится с валиком селение буду вам тоже показывать что все у ребят будет хорошо такая вот новая кровь новое вдохновение новый малыш появился у нас вот такие мы с ним вдвоем красивые и я с радостью делюсь с вами этой информации такой вот мальчик подписывайтесь на наш инстаграм который называется свинки шоу именно в инстаграме я давала первую информацию по появлению новой морской свинки в моем доме то есть те кто подписан знали самыми первыми что что-то такое интересненькое происходит поэтому не забывайте подписываться на наш инстаграм и оставайтесь на канале до встречи в новых видео